Доброго времени суток всем, кто слушает и смотрит нас в это самое мгновение. Это «Открытая студия», совместный проект телеканала «Арктик ТВ» и радиостанции «Рекорд». Я ее ведущий Николай Дукмос. В гостях у нас сегодня консультант отдела аналитической работы демографических процессов Регионального министерства труда и социального развития Элина Харлан и директор Мурманской областной детской юношеской библиотеки Наталья Феклистова. Барышни, здравствуйте. Добрый день. Рада вас приветствовать у нас в гостях. Я уже понял, исходя из того, как мы с вами успели пообщаться с эфиром, что беседа нас ожидает увлекательная, да и тема сегодня очень интересная. Это достаточно... Я очень люблю емкие заголовки. Вы знаете, у нас довольно часто в программах, когда мы обсуждаем какой-то инфоповод, заголовок из себя представляет такое развернутое, сложно сочиненное предложение в лучших традициях художественной литературы, а мне нравится, когда кратко подтверждает, что она сестра таланта. Сегодня у нас все просто. Сопки, семья. И для тех людей, кто прекрасно знает, осведомлен о том, что это за проект, что он из себя представляет, я думаю, мы сможем сегодня еще более глубоко и широко раскрыть тему. Ну, а для тех, кто понял, что на сопках можно построить семью или что-то в этом духе, мы сегодня объясним тематически, о чем мы хотим пообщаться в следующие 28 минут прямого эфира. Это, кстати, важный момент. Открытая студия подтверждает свое название, оправдывает его. Она идет в прямом эфире, у каждого из вас есть возможность к нашей беседе присоединиться посредством сообщений, используя наши интернет-мессенджеры, речи это Telegram, отсюда такая заминка, слова вперед мысли побежали. Плюс семь девятьсот двадцать один, семьсот восемь двадцать ноль шесть. Если у вас вопрос к нашим гостям или свои комментарии на тему, вы всегда можете их написать. Ну, а теперь возвращаясь к проекту. Есть традиционно большой такой лицоголовок, который готовит опускающий редактор, вырванный из... точнее, не вырванный, а представленный как пресс-релиз. Звучит он следующим образом. Проект «Сопки. Семья» реализуется в рамках регионального стратегического плана «На севере жить». Первое пространство открылось в сентябре на базе Мурманской областной детской южной библиотеки и дальше рассказывает о том, что это учреждение, которое является излюбленным местом культурного отдыха нескольких поколений жителей заполярной столицы. С этим я полностью согласен к этому, то есть никаких дополнительных вопросов отсюда нет, но все же это больше такой вежливый рекламный реверанс. Хочется узнать поподробнее, о чем мы... что мы с вами подразумеваем, когда говорим «Сопки. Семья». Давайте, Елена. Когда мы говорим «Сопки. Семья», да, мы подразумеваем региональное пространство, инициатива, которая реализована у нас впервые, уникальная. Это пространство для потенциальных и состоявшихся родителей, для семей с детьми, пространство, где можно провести время с удовольствием, интересно и полезно. Спасибо большое. Это была открытая студия. Нет, естественно, мы можем чуточку подольше растянуть эту тему, но теперь стало немножко яснее. Сейчас, кстати, я заметил очень популярное в терминологию такого профильного общения внедрилось слово «пространство». Подразумевается, под ним иногда какая-то площадка, иногда целый комплекс, где реализованы различные проекты. Ну, внутри уже, с точки зрения контента. Я правильно понимаю, что «Сопки. Семья» вот по такому же принципу, когда мы говорим про пространство? Совершенно верно, да. Простанство — это зонировано. Там есть зона для, скажем так, отдыха и свободного досуга, да, когда он не занят какими-то мероприятиями, событиями. И эта зона у нас наполнена различными развивающими играми, нейротренажерами, интерактивным оборудованием, рассчитанным на разные возраста от 0+. Но в основном приходят, конечно, детки-дошкольники и начальная школа. То есть мы вот где-то до 7-8 лет вот так вот рассчитывали это пространство. Хотя, конечно, оно открыто для всех, и любопытствующих, так скажем, много. Есть зона, которая для общения родителей. Есть локация, которая предусматривает какие-то лекционные формы работы. Есть пространство для проведения мастер-классов различных тематических занятий. И есть отдельный кабинет для того, чтобы пользователи могли получить консультацию узкого специалиста. То есть это такое наполненное пространство с различными направлениями деятельности. Я думаю, все со мной согласятся. Я имею в виду не только присутствующих сейчас в нашей студии, но и тех, кто присоединился к эфиру, что стратегический план развития на севере жить можно назвать настоящим грандиозным масштабом. Включает просто огромное количество внутренних подсистем и компетенций, которые удивительным образом быстро и эффективно начинают внедряться в жизнь нашего замечательного заполярья. И иногда в этом становится даже сложно разобраться. Благо все систематизировано, обо всем можно прочитать. Но мы не любим читать. Мы любим общаться. Поэтому у нас с вами целых 28 минут на это выделено. Конкретно, когда мы говорим о сопке семье. То есть ориентир, вы сейчас сказали, могут приходить родители уже, родители, у которых уже есть дети, будущие родители и дети. И я для себя немножечко пытаюсь определить. Есть какая-то, если в процентном составляющем представить, как на эту чашу весов, ориентация на кого идет? В первую очередь это пространство на детей, дошкольников, или все-таки на родителей, в первую очередь? На родителей с детьми. На родителей с детьми. То есть это все-таки такое семейное пространство, которое предполагает проведение времени. Не важно, ты пришел просто поиграть, отдохнуть или получить какие-то знания. Но чтобы семья все-таки была вместе. Аналогов у нас еще не было ранее. Нет, это действительно уникальное пространство. Я всегда в такие моменты пытаюсь поставить себя на место телезрителя или слушателя, который еще не осведомлен и пытается, когда мы о чем-то новом для него говорим, провести в голове некие аналоги. То есть чтобы ему было понятно, о чем идет речь, на понятных для него примерах. И у нас в городе и в области есть различные кружки, есть детские сады. Центры развития. Есть центры развития. И вот если мы попытаемся провести ассоциативный ряд, когда мы говорим о сопке семья, это в каком направлении? Это, наверное, пять в одном. Пять в одном, я так понимаю. Да, потому что там как бы не предусматривается такая услуга, что мама привела ребенка, там, например, малыша совсем оставила его и пошла заниматься своими делами. То есть не детский сад, вычеркиваю. Не детский сад, да. Но, тем не менее, у мамы все равно появляется свободное время, когда ребенок, например, занят на мастер-классе или с ним проводят какое-то занятие, потому что у нас семейные праздники проводятся. И различные занятия по работе с эмоциями, например. То есть детки играют, мамы в это время общаются, отдыхают. То есть все равно они располагают каким-то там лимитом свободного времени. Вот так, чтобы прийти, оставить и уйти, нет, такого нет. Спасибо. Я думаю, после такого объяснения как-то более складная картинка в голове появляется. Здесь у нас указано, что первое пространство открылось в сентябре. Вот об этом было сказано в начале, достаточно недавно. А я, конечно, не люблю спрашивать о результатах ОС после этой работы. Они есть и очень хорошие. Мы очень. Ну, все равно, вы понимаете, обычно же проходит хотя бы полгода, чтобы сказать, ну что ж, там миновал такой серьезный отрезок времени, расскажите, что да как. Тем не менее, вы говорите, что результаты есть, они очень хорошие. Хотелось бы, чтобы вы им поделились. Начиная с того, как вообще восприняли эту идею эти молодые родители, когда до них это донесли. Потому что я пытаюсь на себя тоже перекладывать. Это все достаточно новое, немного странное. То есть интересно, хочется понять, что и как, но сама механика взаимодействия кажется несколько экзотической. Ну, вы знаете, не смотря на столь непродолжительный, да, там неполных два месяца период работы, в пространстве уже появились постоянные, скажем так, посетители, которые ходят практически каждый день. Если немножечко так уйти в официоз и в канцелящину, скажем так, то за это время, в пространстве в этом проведено 49 мероприятий. Мероприятие только посетило 738 человек, а всего за это время в пространстве побывало 1721 человек. Это за два месяца? Это за два месяца, да. Это очень серьезный цифр, конечно. То есть представляете, насколько это пространство востребовано. И очень приятно видеть, что как бы увеличивается охват, скажем так. Сначала пришла мама с ребенком, с маленьким. Потом пришла мама с ребенком с младшим и с ребенком постарше. Потом эта же мама пришла еще и с папой. А потом она пришла с подружкой. И вот как бы и сарафанное радио работает, потому что это, понимаешь, что мама. В данном случае радио мама работает. Да, 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 да. Потому что они делятся там на самом деле очень комфортно, очень уютно и очень интересно. С учетом того, что есть возможность еще и, скажем так, заменять наполняемость. То есть у нас там выставлены были, например, какие-то игры, конструкторы и так далее. У нас есть возможность их обновлять. Потому что мы знаем, многие мамы знают о том, что ребенок не может все время играть одной и той же игрушкой. Да, она есть любимая, но все равно их периодически нужно обновлять, скажем так, парк игрушек. Ну, папы тоже это знают, поверьте. Ни один папа не может очень долго с одной игрушкой. Это тоже работает в плюс, скажем так. Потом у нас там есть, тоже пользуется очень большой популярностью у наших, у тех людей, кто приходит в это пространство. У нас есть региональный компонент, такая интерактивная панель, которая рассказывает о Мурманской области. И вот что приятно, около нее практически все время кто-то находится. Понятно, что она не совсем для малышей, да, то есть там полтора года ребенок вряд ли поймет, на какую кнопку нужно нажимать. Но вот 5-7 лет ребята очень много времени там проводят, потому что там не только рассказывают о Мурманской области, о достопримечательностях животных, великих людях и так далее. Там есть возможность поиграть и есть возможность проверить свои знания. И это тоже очень востребовано, и нас это тоже очень радует. То есть такая, получается, интересная коллаборация технологии. Мы говорим об образовательной части, но подаем ее в условно-игровой форме. Понятно, понятность современному ребенку здесь нажать, тут сделать там свайп, пройти, ну и так далее. То есть это тактильное взаимодействие. Но тут я еще, наверное, немного дополню, да, потому что СОПКИ-семья — это не только Мурманск, это растущая сеть, в Североморске тоже уже запущены СОПКИ-семья. И там оборудование несколько отличное, да, то есть там есть что-то, чего нет, например, в Мурманске. Потому что СОПКИ, они и по планировке будут отличаться, и по оборудованию все будет работать на население, на запрос населения. Так, например, в Североморске есть интерактивная стена, на которую проецируется игра, и дети при помощи специального оборудования, да, то есть это какая-то, условно, там палка с мягким концом, да, которая они бьют в эту стену на какое-то изображение и участвуют в игре. То есть есть для совсем маленьких, когда нужно просто нажать, например, на стрекозу, и лягушка ее съест. Есть и более интересное обучающее, то есть это уже другое оборудование, которое находится в соседнем помещении, такая же интерактивная стена. Например, там, на открытии в Североморске, да, молодой человек, мальчик, стоял, играл с этим оборудованием, то есть он стоит, камера считывает его положение, и на стене проецировалась планета, на которой он расставлял континенты. То есть он двигал рукой, камера считывала движение руки и двигала континенты. Электрический элемент Motion Connect и дополненная реальность. Да, да, то есть оборудование отличается, поэтому нужно приходить, смотреть, изучать, знакомиться, да, потому что в каждых сопках будет много интересного для детей разного возраста. Ну, во-первых, здорово, что теперь можно прийти домой с гордостью и рассказать, как ты сегодня проводил день, я бил палку по стене, и это было потрясающе. Меня за это даже не наругали. Но у меня в связи с этим тут же вопрос. Я как-то привык, что в последнее время все, что происходит в рамках инициатив больших стратегических планов, подвергается, в хорошем смысле подвергается, просто слово обычно несет какую-то негативную коннотацию, такой правильной упаковке. Идет определенный брендинг, и в каждой точке, где оно появляется, оно строго соответствует намеченному. Несомненно. Но у них единый визуальный стиль, конечно, у всех пространств, чтобы они были узнаваемы. А почему оборудование разное? Потому что запросы везде разные? Оно не принципиально разное. То есть это интерактивное оборудование, просто каждое пространство, да, вот еще третье пространство будет открыто в полярном, с учетом особенностей помещения, выбирал то оборудование, которое было бы наиболее востребовано и удобно в использовании у них. Получается, это даже значительно лучше, чем мысль, который я высказал, вместо того, чтобы просто брать готовый кейс и упаковывать его в любое помещение, доступное, которое есть на момент времени, происходит логическое подстраивание под ту площадку, которая есть. По Североморскому уже тоже результаты хорошие? По Североморскому у нас уже идут тематические недели, которые стартуют после открытия каждого пространства. Приглашаем родителей, потенциальных, состоявшихся с детками, приходят и на мастер-классы развлекательного характера мероприятия, и на лекции, где мама может узнать что-то полезное, интересное для себя. Так, например, у нас была в Североморске лекция о социальных контрактах, где люди узнали о том, как можно открыть свой бизнес. То есть это формат, например, если мы говорим о маме в декрете, у которой есть свободное время, она пришла на лекцию, она там со спикером разобрала эту тему, и она готова открыть какое-то свое дело. При этом хочу отметить для слушателей, для зрителей, для посетителей, что на любые лекции можно приходить с детьми. Все спикеры готовы к тому, что любая, даже самая сложная лекция может быть разбавлена детским смехом. Дети могут играть отдельно, могут быть вместе с мамой. Если маме нужно прерваться, уединиться, например, для кормления, или переодеть, то есть в СОП, как всегда, предусмотрена возможность уединиться с ребенком, какие-то форматы комнаты мамы и ребенка. В любой момент мы всегда держим мысль, планку в голове о том, что это пространство, ориентированное, как вы сказали, на родителей с детьми. Это значит, что бы ни происходило, оно подразумевает наличие и тех, и других. Даже если это идет на лекции от спикеров с абсолютно железными нервами, очевидно. Потому что мы все прекрасно понимаем, что это непросто. А также непросто взять и на самом интересном месте прерваться, но, я думаю, мы издюжим, нам придется это сделать, потому что мы подошли с вами к рекламному блоку. Не переключайте, ФМ Волну и свой телеканал, буквально 2-3 минуты, и мы продолжим беседовать с гостями. Реклама Продолжает говорить и показывать открытая студия, совместный проект телеканала «Арктик ТВ» и радиостанция «Рекорд». Я и ведущий Николай Дукмос. Напомню, в гостях у нас сегодня консультант отдела аналитической работы и демографических процессов регионального Министерства труда и социального развития. И да, я смог не запнувшись прочитать ваши регалии, Элина Харлан и директор Мурманской области Нодельской юношеской библиотеки Наталья Феклистова. Справедливости ради, диалог у нас не прекратился во время рекламной паузы. Мы продолжили активное обсуждение. Ничего кулуарного, не подумайте. Самое интересное, вы не упустили. Но пока есть возможность все это продолжить. Вторая половина программы, хочется к ней вернуться уже без каких-то оговорок и без промедлений. На момент времени две точки открыты. В Мурманске и в Североморске планируются в Полярном. Когда будет открытие в Полярном? Примерно есть уже понимание? Пока не могу приоткрыть завесу этой информации. Предлагаю подписаться на группу ВКонтакте, следить за новостями. Вся информация там будет. Я полагаю, найти ее просто в Сопке Семья. Да. Скажите, пожалуйста, может быть, другую завесу можно будет приоткрыть у ДАССы? Есть ли планы сейчас на реализацию подобного проекта в каждом или в большем количестве муниципалитетов нашего, достаточно немаленького Кольского края? Или пока вот с точки зрения развития проекта есть мысль о том, чтобы застолбиться, скажем, в пяти муниципалитетах, а потом как пойдет? Или это вот долгоиграющая история, которая будет неспешно развиваться? Ну, в рамках нашего стратегического плана на Севере жить, это как отдельное мероприятие, открытие пространств Сопки, сеть будет расширяться, но, опять же, говорю, да, это базируется все на запросе населения, на возможностях муниципалитета. Ведется работа, анализ, мониторинг, и уже в результате будут, да, выбираться какие-то муниципальные образования, на базе которых будут открываться Сопки. Но, опять же, группа ВКонтакте вам обо всем расскажет. Я думаю, что ближе к концу эфира мы обязательно попросим, я, правда, не знаю, у нас там встают визуальные эффекты, если попросить, ну, колокольчик вот это вот, подписаться на рассылку. Ну, если что, просто воображайте, что на экране это появилось, вы знаете куда. Хотел уточнить один момент, вы несколько раз обе говорили о тему того, что это запрос, да, из эфира мы с вами буквально перед началом вступления во вторую часть программы о пластичности успели поговорить. То есть пространство Сопки-семья все время идет на контакт, люди активно пишут, чего бы они хотели видеть, я так это понял просто, что бы им хотелось, чего бы им хотелось там видеть, и идут какие-то виды изменения, трансформации. Или мы говорим просто про сбор отзывов? Ну, например, да, как формат работы по мониторингу, когда пространство открывается, стартуют 4 тематические недели, в рамках которых мы предлагаем довольно широкий спектр тематик, направлений, смотрим посещаемость, востребованность, интерес, запрос граждан. По итогам каждого мероприятия просим заполнить отзывы посетителей, где мы спрашиваем, понравилась ли тема, интересен ли вопрос, который они сейчас слушали, да, и что им интересно на будущее. Да, и, соответственно, уже исходя из этих отзывов, мы уже будем формировать дальнейший план мероприятий. Вот как раз в Североморске сейчас такие 4 тематические недели, то есть первая это неделя семейного права и социальной защиты. Она и в Мурманске была, на которую приходят спикеры из системы социальной защиты, рассказывают и про меры, и про права. Вторая неделя традиционная, это неделя здоровья, в том числе здоровья мамы и малыша, когда приходят специалисты системы здравоохранения, это опытные врачи, это квалифицированные специалисты, да, которые знают, о чем говорят. Третья неделя это образование и развивающие игры, где родители могут узнать о возможностях дополнительного образования для маленьких детей, могут узнать о том, как организовать развивающие игры в домашних условиях. Четвертая неделя это культура, творчество, да, это мероприятие... Я все переживал, что не буду, думал, слава богу, все, четвертая неделя, этот момент есть. Конечно, конечно, обязательно, да, то есть культура, творчество, это все-таки такая составляющая часть личности, тем более, если мы говорим о маленьких людях, да, о детях, у которых все впереди, и мы помогаем родителям на базе вот этих мероприятий растить в них культурную личность. Это все равно досуг всегда интересный, полезный, ну, опять же, да, и какие-то информационно-просветительские лекции. А давайте попробуем смоделировать обыкновенный день, вот предположим, 4 недели открытия прошло, мы сейчас не будем брать точку Североморска, вот возьмем Мурманск, она уже 2 месяца функционирует, уже есть свои постоянные посетители. И это такой достаточно успешный прием с точки зрения подачи информации, когда мы даем прям вот буквально визуализированное понимание для слушателей и зрителей, что из себя представляет Сопке. Вот мы сейчас с вами поговорили о концепции, о том, что она из себя представляет, если останется время еще немножечко по внутрянке, пройдемся. Но пока хотелось бы заострить на это внимание. Обыкновенный день в Сопке семья. Вот молодая мама с молодым папой, например, у них у обоих, я даже не знаю, какой лучший день, будний или выходной? Сопке семья работает, я забыл. Сопке семья работает в осеннюю неделю, выходной только в пятницу по расписанию работы в библиотеке. Ну, значит, не берем пятницу, возьмем что-то усредненное, среда, какая-нибудь среда. Что может происходить и как может происходить, как родители могут с Сопками взаимодействовать вот в какую-то такую абсолютно обыкновенную среду? Ну, а в абсолютно обыкновенную среду в Сопке семья работают с 11 часов утра до 7 часов вечера, не закрываясь на перерыв на обед и в любое время в течение дня, с учетом режима, скажем так, жизни их ребенка, тихого часа и так далее, родители могут прийти в это пространство. Прийти для чего? Они могут в группе, например. И сразу, извините, пока запятую, не забудьте мысль. То есть нет такого, что ты пришел в 12 часов и нет, там, следующую группу мы принимаем в 12.20. Нет, такого нет. Пространство открыто. Даже если, например, идет какое-то мероприятие и идет лекция, а родителю, который пришел просто провести время с ребенком в хорошем, красивом, уютном месте, эта тема неинтересна, он приходит и играет. И на это совершенно адекватно реагируют и те, кто слушает, и те, кто проводит, ну и те, кто, соответственно, приходит. Если же запланировано какое-то мероприятие, и родителю, например, эта тема интересна, и он хочет поприсутствовать, то, как сказала Елена Сергеевна, он может оставить ребенка играть, потому что найдется занятие, и рядом всегда есть библиотекарь, который поможет разобраться во всем многообразии этих игр и забав, а сам, например, получить какие-то полезные, нужные знания. В то же время, если проводится, например, мастер-класс, ребенок может, папа или мама могут отдать своего ребенка на мастер-класс и посидеть, отдохнуть, почитать, посмотреть, потому что у нас, с учетом на то, что это все-таки библиотека, безусловно, там присутствуют книги, и время можно скоротать из-за чтения книги. То есть это открытое пространство, в котором ты сам выбираешь, чем ты будешь заниматься в данный момент. Время нахождения тоже не ограничено? Не ограничено, хоть с утра до вечера. То есть если вот у вас выходной… У нас есть стульчик для кормления, у нас есть манеж, где можно оставить ребенка, есть сухой бассейн, где они с удовольствием возятся, занимаются, удобные кресла для родителей, а у нас есть перенальный стул, как сказали, чтобы можно было там ребенка переодеть и так далее. То есть максимально созданы комфортные условия для того, чтобы время проходило незаметно. А если родители занимаются, к примеру, работой на фрилансе, ну и все, что ему нужно, это условный ноутбук, который он принес с собой? Такие услуги тоже предоставляются. У нас есть ноутбук, у нас есть возможность подключиться, у нас работает Wi-Fi в этом пространстве, и можно посидеть, поработать. Это тоже у нас предусмотрено. Далеко не малое количество людей часто оказываются в такой ситуации, что, допустим, это пара, у кого-то работа классического порядка, допустим, 5-дневка с такого-то по такое-то время, у кого-то работа более вариативна, и можно наблюдать в середине дня таких родителей в кафе, еще в каком-то заведении сидящем. То есть там тоже хорошо, безусловно, но это далеко не самая комфортная зона, потому что кто угодно может прийти, там может быть громко, может быть странно, и тебе не сосредоточиться ни на ребенке, не сосредоточиться ни на своем рабочем процессе, даже если он должен занять тебе там всего час времени. А в Сопке семья, то вот такой сценарий отработать вполне можно. Вполне возможно, да. Как часто проходят мероприятия? Мероприятия проходят, как правило, через день, получается. Через день? Практически, да. Это всегда некие тематические мероприятия с приглашенными гостями? А лекционного характера? Не всегда это приглашенные гости, это, как я уже говорила, может быть семейный праздник, это может быть какое-то досуговое мероприятие, направленное, например, на работу с эмоциями, да, потому что, как мы выяснили, опять же, по обратной связи с нашими пользователями, тема работы с эмоциями, она достаточно остро стоит, потому что многие взрослые не умеют со своими эмоциями справляться, да, а мы на этих встречах учим, в том числе, работать с эмоциями, они же самые разные бывают, далеко не всегда положительные. Увы, ах, ну, с другой стороны, все мы люди, конечно же. Я полагаю, что если нам повезет увидеть вас в гостях еще через два месяца, блок информации, который можно поделиться, будет еще больше и шире. И это очень хорошо, потому что действительно чудесная инициатива, которая, как я уже делился своим собственным мнением, это один из тех случаев, когда абсолютное попадание в цель с точки зрения запроса и необходимости. Искренне надеюсь, что проект будет стремительными темпами развиваться и в тех муниципалитетах, где он уже открыт, и в других, где его еще нет, запрос будет услышан. Ну, а я благодарю за то, что у нас была возможность послушать сегодня у вас. На этом, к сожалению, все. Третья студия подошла к своему завершению. Так что всего вам доброго и хорошего дня. Спасибо. Спасибо, хорошего дня.